Великой Отечественной войны Это не особо приветствовалось изучение Подымет боевой дух, патриотизм Нашего молодого поколения Экспонаты музея вызвали у ребят огромный интерес Миниатюрные копии танков, самолетов Различного оружия времен Великой Отечественной войны И даже бойцов армии ДНР Рассматривались с большим энтузиазмом и восхищением В одном из залов была проведена Лекция об орденах и правилах награждения После чего специальный гость Из Перми Владимир Пшеничный Исполнил для всех присутствующих песни Собственного сочинения Там на Саур-Маниле Рядом сын и отец Разделенные Временем Тьмой Но не верой И таких, как они Миллионы Сердец шли И будут идти Ради Родины Вечность Приятной тенденцией стало то, что в нынешнее время молодежь вновь начала интересоваться историей. И работа таких патриотических организаций только усиливает любовь к родине будущих поколений. Меня заинтересовало, как повышают патриотический дух в этот сложный период нашей истории, которая сейчас строится. История Донбасса. Мне очень понравилось, что еще есть такие люди, которые заботятся о ветеранах, помогают каким-то людям, которые нуждаются в этом. Ну и, естественно, мне это тоже нравится делать, и поэтому я решил записаться и участвовать в этом. Сегодняшнее мероприятие чем интересно? Ну, очень интересно тем, что медали, награды Отечественной войны и память почти тех, кто защищал, освобождал Донбасс и патриотический дух молодежи. Это очень интересно и занимательно. Далее в программе мероприятия был квест, в котором дети приняли участие с огромной радостью. Не боясь нарушить тишину культурного центра, большой гурьбой ребята бегали по этажам, желая победить в интеллектуальных соревнованиях. Сегодняшнее задание наше, и к нам, кстати, пришли в гости тоже юный новорос, общественное движение, которое возглавляет Андрей Мирошниченко. С тем, чтобы мы дали такое задание, чтобы они в игровой форме определили предмет, который обозначен на карте схеме. Он спрятан в экспозиции, и того, кто найдет этот предмет, ожидает награда. Победителями стали юные новоросы. Именно они, раньше остальных, нашли необходимые экспонаты и получили в подарок сувениры от Донецкого музея. Кристина Крымова, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok